Строительство частных домов становится популярнее покупки квартир. По данным Росстата, тренд на индивидуальное жилье наметился пять лет назад. И ежегодно все больше людей делает выбор в пользу жизни на земле. Эта тенденция наблюдается и на рынке Алтайского края. Чем она вызвана, какие инфраструктурные проекты есть в нашем регионе и что обязательно нужно знать потенциальному покупателю частного дома, спросим у руководителя строительной компании «Алтэкоарт» Александра Верясова и руководителя агентства недвижимости «Грант» Татьяны Кульбякиной. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Татьяна. Первый вопрос, Александр, вам. Как вы в целом оцениваете рынок индивидуального жилищного строительства в нашем крае? Действительно ли жители нашего региона отдают предпочтение сегодня не высоткам, а малоэтажкам? Да, я смотрю на этот рынок достаточно позитивно, потому что карантин, тот, который был, он поддержал так или иначе наши строительства, что люди поняли, что больше нескольких дней в квартире находиться, но просто это некомфортно. Поэтому мы видим, что массово люди идут в малоэтажное строительство. А насколько разнообразны проекты малоэтажных домов в нашем регионе? Они достаточно разнообразны, все зависит от бюджета. У нас должны дома стоять либо 150 квадратов, либо 100 квадратов, соответственно, чтобы это все сочеталось, чтобы у нас не было замков возле дома, 100 квадратов, чтобы все себя чувствовали комфортно. Но они действительно разнообразны, их несколько видов все равно, да? То есть вот площадь-то сейчас обозначили, а в целом? Все они индивидуальны, но мы стараемся, чтобы это были объекты, они сочетались архитектурно. То есть это работа дизайнеров, работа архитекторов. Понятно, что у нас люди все-таки индивидуалы, они хотят, чтобы как-то отличалось, но мы все-таки стараемся, чтобы это сочеталось с общей тенденцией. Мы видим сейчас на данный момент хаос на рынке строительства, по-другому это не назвать, когда мы видим полторы тысячи квадратных метров и потом рядом избушка. Я считаю, это неприемлемо. Необходимо строить так, чтобы мы пришли на этот поселок через 10-20 лет, и мы видели красоту, которая была построена. То есть с соблюдением каких-то общих тенденций, но учитывая индивидуальные особенности заказчика. Да. А вот в последнее время можно часто встретить объявление о том, что дом возможно приобрести под ключ. Вот что это значит и кому такой вариант сегодня подойдет, а кому возможно нет? А под ключ – это то, что дом уже построен, там не нужно ждать инфраструктурно, там не нужно ждать, когда у вас появится детская площадка. В понимании людей, под ключ – это что, обои наклеены? В понимании нас, как строителей, под ключ – это уже законченный вид поселка. То есть мы стараемся выдать объект в течение года, полутора, максимум два, чтобы люди не жили на строительной площадке, даже если у них будет все хорошо, чтобы они рядом, у них КамАЗы не ездили, краны не разгружали. То есть мы стараемся к этому идти. Все зависит от той земли, которая у нас есть. – Татьяна, может быть, вам есть что дополнить по этому вопросу? – Ну да, дом всегда живое существо. Мы приходим туда отдохнуть, жить, продолжаем жить там не одним поколением. Наш союз с Александром, как представителем застройщика, и меня, как директора агентства недвижимости, именно исподвиг на индивидуальные предложения. Сейчас мы стоим на старте объекта коттедж-парка «Статус». Об этом мы можем говорить очень долго и подробно. Но что касается того, что дом должен быть многогранен в планировках, в выборе материала, это все у нас на старте. На первой встрече мы определяем все желания, пожелания нашего заказчика, который к нам приходит. Но уходим от того, чтобы это было в разнобой. Вот коттедж-парк «Статус» приходит сейчас к тому, что это все в одном стиле, в одном плане построено. Но с индивидуальным подходом, по планировкам. А вот на что, в принципе, нацелен сегодня потенциальный покупатель? Насколько он взыскателен? И можете ли вы, застройщики, удовлетворить все запросы покупателей? Мы увидели тенденцию от покупателей, то, что люди начали разбираться как раз в строительстве. Я приведу пример, такой достаточно яркий. Когда человек покупает за 500 тысяч машину на бушную, он идет в автосервис. Когда человек покупает за 6 миллионов дом, он посмотрел и пошел, подписал документы. Я считаю, что это неправильно и должно в априори исчезнуть. Мы единственная компания, которая в малоэтажном строительстве, которая добровольно уходит на экспертизу своих объектов. У нас экспертизу будет проводить Алтайская лаборатория судебной экспертизы, что дома наши соответствуют всем нормам и СНИПам. Мы должны понимать, что мы дома строим не на один год. Мы строим дома на десятилетия. Те дома, которые будут приносить пользу людям многие годы и не терять ликвидность, что немаловажно. Мы можем вспомнить, что у нас не так давно были массово распространены финские дома, так называемые. Они были заполнены в поселке. Сейчас буквально прошло 15-20 лет, мы этих финских домов не видим. Либо они были перестроены до неузыноваемости, либо они снесены и перевезены. Поэтому мы все-таки упор делаем на то, чтобы этот дом стоял долго, чтобы я привел своих внуков и сказал, вот этот дом ваш дедушка поставил. Либо этот поселок. Вот не секрет, что в Барнауле остро стоит вопрос с нехваткой земли. Вот ваша компания, она испытывает какие-то сложности из-за этой проблемы? Все компании испытывают сложность. Это очень такой сложный вопрос. Мы видим первую сложность, то, что долевки, которые раньше можно было купить дешевле и продать дороже, их сейчас еще все стоит, так или иначе, инвесторы ушли, какая-то часть, в земельные участки. Мы видим в этом проблему, потому что мы видим, что некоторые земельные участки стоят годами, не застроенные, а люди просто их перепродают в руки. И, соответственно, когда мы планируем продажу какого-либо объекта, мы должны понимать, что мы должны купить аналогичный земельный участок, построить дом и не уйти в минус. В данном моменте это сложно, потому что за апрель у нас некоторые участки поднялись до полумиллиона за один участок. Соответственно, заключив в марте с клиентом прерывную горку при продаже, нам очень сложно зафиксировать цену. Мы это стараемся делать, благо, компания у нас большая, нам это получается. Мелким компаниям это у них не получается. Татьяна, вот вопрос про льготную ипотеку. Льготная ипотека, мы все это понимаем, такой неплохой инструмент стимулирования рынка, в том числе, я думаю, в сегменте индивидуального жилищного строительства. Но, насколько я знаю, до сих пор льготные кредиты выдавало ограниченное число банков. Вот в этом смысле какие-то подвижки есть? Что-то меняется в лучшую сторону? Да, конечно. Да, даже взять последний месяц. Именно в рамках индивидуального жилищного строительства наши банки, крупные банки, добавили эти программы. Совсем недавно, меньше месяца назад, банк ВТБ, который выдавали льготные программы господдержки на индивидуальное жилищное строительство, дополнительно ввел программу, мы называем между собой таким простым словом самострой. То есть сам собственник может взять льготный кредит на строительство дома собственными силами. То есть это тоже расширяет. Мало того, что мы говорим о том, что можно через подрядчика, таких банков на сегодня, востребованных банков, это Сбербанк, ВТБ, Почта, Банк, скажем так, программы расширены, но люди все-таки приходят к застройщику. Это все-таки качество. Что касаемо наших проектов и нашего паспорта, качества, которые мы даем, это является показанием того, что человек, взяв льготный кредит, обратится, конечно, к профессионалам. Если же вдруг он решит строить собственными силами, мы открыты в плане того, чтобы дать консультацию, какие-то, не знаю, может быть, технические вопросы. И опять же в рамках льготной ипотеки я должна сказать, что банки поворачиваются и расширяют программу. Если у нас была самая популярная сельская ипотека по 3%, то последняя ипотека, как показывает на индивидуальное жилищное строительство собственными силами, пользуется колоссальным спросом. И вот именно то, что пользуется большим спросом и рождает предложение строить качественно. Подрядная организация, которая аккредитована банком, она дает такую возможность заемщику выбрать аккредитованного застройщика и полностью уже построить руками застройщика. Да, конечно. Здесь главное, чтобы заказчик понимал, что он хочет, потому что столько, много проектов, и мы не можем резко поставить в рамки. А в нашем регионе программа господдержки до 6 миллионов, это европейская часть страны, дает до 12 миллионов господдержку. Поэтому вот здесь вопросы уже возникают конкретных каждому заемщику. И все, по возможности. Предположим, вопросы с землей и льготным кредитованием, они у нас решены, осталось выбрать надежных застройщиков. Вот что вы посоветуете в этом смысле? Как их находить? Ну, конечно же, вот чисто житейский опыт показывает, что я пойду посмотрю, а что ты можешь. Что ты можешь? Вот могут предложить ряд застройщиков, там 10-15 человек, которые давно у нас уже на рынке. Где-то, может быть, человек, опираясь, опять же говорю, на житейский опыт, пойдет, посмотрит, а как это стоит, а как это эксплуатируется. У нас вот есть, допустим, проекты готовые уже. Александр давно уже на рынке, скажем, мы можем показать те дома, которые строили в 2012 году, как они сейчас выглядят. Дома три года назад сданы в эксплуатацию, требования, по которым мы не отходим до сих пор от классических требований СНИПов, обязательных технических документов. И я бы, конечно, предложила прежде всего экспертную оценку, знать все-таки, кто может выступить экспертом по строительству. А мы предлагаем такое, даже если он выберет готовый. С чего начать? Ну, начать, конечно, надо с проекта. Если человек купил землю, то как дом будет выглядеть на этом участке? Вот, как его расположить правильно? Все-таки этажность надо учитывать. Потом нужно учитывать рельеф, где он расположен. Если же деревья есть на этом участке, мы можем предложить свои услуги. Наша компания при планировании участка деревья не рубит, она их пересаживает. Это новое, что сейчас появилось вообще на нашем рынке, на рынке услуг от застройщика. Как говорим, ни одно дерево не пострадает. Даже, мы говорим, большерослые деревья или деревья выше 8 метров. Это очень сейчас, так знаете, испытываем на себе, пересаживаем и не пилим. То есть планировка, в том числе, и от нас, правильная, без жертв. Сохраняя природу. Да, сохраняя природу, учитывая то, что человек выбрал участок с деревьями, они останутся. И мы располагаем на этом участке правильно, как будет дом стоять. Вот и до. То есть я бы сказала, все вопросы мы решим. Я бы здесь добавил, что это обратитесь, пожалуйста, к предыдущим заказчикам. Мы не скрываем своих заказчиков, можем дать адреса, можем показать, где именно. Можно подойти к людям и спросить, а как сдавали, а как строили, а как вы живете. И что немаловажный вопрос, а сколько вы платите за отопление. То есть если дом 130 квадратов, оплата коммунальных платежей порядка 3000 рублей, для многих это удивит, особенно если они живут в квартире. А если мы посмотрим дома, которые неправильно построены, с нарушением строительных норм, у них платеж будет до 7000 рублей. Самая большая проблема, это как раз приход инвесторов в малонатажное строительство, тех людей, кто не понимает строительство. И как раз они бегут за максимальную прибылью. А те компании, которые могут строить хорошо и работают на наш рынке, они не заходят, потому что они видят стоимость объектов, достаточно низкую, за которую невозможно построить дом качественный. И соответственно, когда у нас дома выглядят одинаково, а стоимость варьируется от миллиона до полутора выше, у тех людей, которые нормально построил, конкурировать с такими очень сложно. Сколько в целом возведено объектов в вашей компании и за какими проектами, как вы считаете, будущее? Возведено на данный момент более 50 объектов, сейчас строится порядка 25 домов, и мы увеличиваем как раз объемы строительства. Многие строители многоэтажек ушли как раз от кирпича. Мы работаем все-таки с кирпичом, с тем материалом, который проверен веками. Мы стараемся работать без применения пеноблока и СИБИТа, соответственно, потому что у нас заказчики выбирают материал, проверенный временем. На данный момент вижу проблемы в строительстве, это как раз нехватка земельных участков. На мой взгляд, она решаема только при работе с нашим правительством, путем выделения земельных участков улицами, застройщиком и проработкой, концепцией строительства, чтобы у нас не было дома на продажу по 50 квадратов без отделки СИБИТом поднятые. То есть мы должны продать человеку комфортный дом, в котором он мог бы жить и вкладывать только в улучшение своего земельного участка, не в улучшение дома. Вечную стройку, которую наш рынок развел, с ней нужно бороться, потому что люди не знают, что такое отпуск, не знают, что такое обновить машину, они вкладывают постоянно в деньги, думая, что они сэкономили на покупке этого дома, не достроя, не дай бог. Поэтому я вижу смысл выделения администрации именно улицами и через Градсовет либо через иную другую организацию определение, какие дома должны стоять. То есть мы должны понять, что архитектор должен разработать проект планировки этой улицы с возможностью постройки в европейской части, например, как строится дом. Либо мы смотрим русское строительство, то есть там более деревянные дома, либо мы традиционное строительство, это кирпич, пеноблок, либо еще что-то. Мы должны распределить, чтобы мы на улицу пришли, не увидели винегрет, а увидели то качество строительства и то комьюнити, которое хотел бы там жить. Очень большая проблема собрать комьюнити, чтобы у нас соседи были примерно похожи, чтобы они дружили, чтобы они ходили на площадке, играли. И дать инфраструктуру. Нужно выделить, грубо говоря, минимум 30 домов, сделать в одном архитектурном стиле, и чтобы там люди жили одного мышления. И это за этим будущее. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня с руководителем строительной компании «Алтэкоарт» Александром Верясовым и руководителем агентства недвижимости «Грант» Татьяной Кольбякиной мы разговаривали о рынке индивидуального жилищного строительства в Алтайском крае. До свидания. Продолжение следует...